так значит совершенно свежее письмо получил от процента ответил ему у него своя аудитория и наверняка кто-то его спросил а вот он сам он настолько сказать слово въедливое обидится настолько вникает до того что давайте у меня до инфаркта вот я вам жалуюсь вообще из тех уникальных молодых людей из тех штучных изделий это штучные изделия пол процента однажды взял приехал ко мне выходили по саду он тогда сказал себе да значит я посвящаю себя качестве помощника железа появились книги бумажные появился этот самый как он там джен и прочее инстаграмы и прочее прочее вот и вот это только часть раскрутки то что мы с вами смотрим этот самый вебинар кстати ольга и сахар может насчет его помогать вот я ведь благодарны человек теперь так вопрос от павла он или сам задает или от своих этих подписчиков если идеальный состав почвы пацан мой ответ идеальный почвы нет сам я только нахватался по верхушкам я не веду состав почвы просто когда-то энциклопедии прочел название почв и постарался запомнить название есть и состав почвы что надо написать и общее рассуждение почва в любой конкретной местности миллионами лет было неизменно только по миллиметрам за тысячи лет нарастал гумус и слой заметьте никого никогда не цитировал только из головы она сама приходит бог у меня там свои эти самые наставники но на небе я не шучу когда-нибудь будет расшифровано понятие быстрый сон которая является связью между этим миром и тем вот другое дело что кроме смеха на данный момент это ничего ни у кого ничего не вызовет и так только по миллиметрам нарастал гумус и слой она была неизменна или плохо нарастал на глине песке плюс проблемы с подпочвенными водами вот нас интересует древовидное плодовое деревья также вопрос их касался ну там яблони брус сливы вот они росли росли миллионы лет и заложили в генетическую память навсегда потребность в определенном составе почвы в разных ареалах груши отдельно яблони отдельно слива день абрикос один получается в одном шестисоточном участке удовлетворить потребности почвенном составе разных видов невозможно вывод идеальной почвы под разновидовый сад нет и не может быть идеальной почвы нет и не может быть опять слова не хватает создана даже искусственно все что будет для яблони для груши не то вот другое дело сказать а у вас вале консервис сейчас у меня полгектара где-то а у вас почему-то все растет во первых не все идеально вот я никогда не вернулся все идеально вот всяко бывает во вторых они начинают открывая секреты секрету приспосабливаться деревья а них да они разные да я даже где-то в генетическую память написал но у них все равно есть определенный разброс помните косточки которые расщепляются а ведь косточка когда-то будет деревом понимаете ну намек вы берете 10 косточек лучше 100 и в нескольких из них будет свойство их приспособиться под одну почву у других под другую почву по третьей по третью почву и если вы 100 косточек получите всего лишь 10 взрослых деревьев которых вы видели мои фотографии эти самые бывало по 10-20 абрикосов по 30-40 яблонь грош да вот ну что еще надо то есть есть общие принципы например вы берете а ниже будет ничего не успеваю ниже будет там стоят эти самые феи яма выкопана для них вряд ли сами копали вот и стоит тачки бедра 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 вот а и самое интересное они все это потом засыпят потом подробнее рассмотрим посмеемся вот так сделаем они все это засыпят перемешает а состав почвы они сами не знают осадить будут не просто там тоже яблоню а самую дебильных которые можно представить себе да чем посреди лета в общем поняли да так вот из этого ерничания выхожу и говорю да существует генотип но генотипы поняли